Добрый вечер, в эфире ОРТ, программа «Здесь и сейчас». Этот день не внес ясности в историю с арестом главы медиа «Моста» Владимира Гусинского. Более того, государственные комментарии, официальные комментарии на эту тему настолько сдержаны и осторожны, что иногда кажутся даже растерянными и беспомощными. Поэтому, как мне кажется, вообще нам важно услышать государственную точку зрения. Я хочу поблагодарить того единственного представителя государства, который согласился со мной эту проблему обсуждать. Здесь и сейчас министр по делам средств информации Михаил Лесин. Михаил Юрьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Сначала, с того, что имеет отношение непосредственно к вашему делу, массовая информация. Сидят люди у телеэкрана, слушают все, что происходит. Понимают, что что-то происходит, но мне кажется, что не понимают. Я согласен с вами, что есть определенная ситуация, которая продолжается уже второй день. И я специально сегодня был в прокуратуре, встречался с представителями прокуратуры для того, чтобы попытаться получить представление, есть ли реально какая-либо угроза средству массовой информации, которая сейчас так широко декларируется. И получить максимум информации от представителей прокуратуры, что они включают в объем этого дела по русскому видео. И есть ли какая-нибудь угроза для средств массовой информации, входящих в Медиамост или любых других средств массовой информации, которые сегодня работают в Российской Федерации. Я могу сказать с уверенностью, что никаких угроз по деятельности средств массовой информации, никаких желаний у прокуратуры ограничить каким-то образом работу журналистов нет. И это было абсолютно ясно продекларировано представителем прокуратуры. Хотя сегодня прокуратура сделала достаточно резкое заявление в части того, что отдельные журналисты, отдельные средства массовой информации пытаются максимально нагнетать обстановку. И использовать свои возможности в целях давления на прокуратуру, в целях давления на следствие. Естественно, что прокуратура недоволена этим процессом. Я высказал свое мнение и объяснил, что не удастся на самом деле уйти от оценки средствами массовой информации тех событий, которые произошли. И что действительно средства массовой информации будут очень внимательно наблюдать за развитием ситуации вокруг ареста Гусинского, вокруг деятельности медиамоста, вокруг свободы слова. Просто дело не только в средствах массовой информации, хотя ваши комментарии уже вносят хотя бы какую-то ясность, но и в самой информации. Насколько, ну скажем так, в последнее время казалось, что власть у нас становится более-менее предсказуемой. Насколько вообще арест Гусинского был предсказуем? Знаете ли вы человека в правительстве, который не удивился? Я думаю, что этот арест вызвал удивление практически у всех людей. И действительно, я не припомню случая, чтобы за последнее время человек, который занимал такое положение в обществе, являлся действительно владельцем большого количества средств массовой информации, и действительно занимал очень большой сегмент рынка, был лишен свободы и находился в следственном изоляторе. Хотя было достаточно большое количество примеров по тому, что люди подобного уровня были в статусе подозреваемых, проходили по уголовным делам, и до сих пор эти уголовные дела идут. Хотя, в общем, мировой опыт, мировая практика показывает, что практически, ну не все, но многие медиамагнаты в других странах мира, тот же Берлускони, определенное время своей жизни в тюрьме проводят по разным причинам. Естественно, общество внимательно наблюдает за этими событиями и все-таки пытается понять, в чем суть конфликта. Это действительно возможное политическое давление или это демонстрация государством тех условий, тех равных возможностей для всех граждан, которые проживают и являются гражданами этой страны. И здесь, конечно, я не согласен с мнением, что существует угроза свободе слова. Да, это за последние полгода, к сожалению, стало таким общим местом, постоянная угроза, которая декларируется, но при этом я как министр совершенно ответственно заявляю, что за последние полгода, 9 месяцев моей работы я не получил ни одного заявления и ни одного обращения в министерство или органы правосудия в судебные инстанции по реальной защите свободы слова, по реальным фактам. Даже вчера, когда произошло это событие, я понимаю эмоции и настроения журналистов, которые работают в медиа-масте и тех людей, которые были в студии. Даже вчера мы видели, что постоянно были поиски, что нас отключили от эфира, нас не отключили от эфира. Нет, не отключили и не отключат. Я это могу гарантировать как министр, как человек, возглавляющий органы исполнительной власти, отвечающий в том числе за реализацию государственной политики в отношении средств массовой информации. Нет, не было и не будет никакого желания у власти влиять на деятельность средств массовой информации, отключать им, не давать работать и т.д. К сожалению, да, это будет использоваться. Это будет использоваться постоянно. И это понятная ситуация. Очень короткий срок. Мы все должны научиться жить по той культуре, по политической культуре, по журналистской культуре. Сегодня много говорили про закон. Политики говорят, что если это закон, то закон, если не закон. Но вопрос, кто принимает решение, как действует закон. И я понимаю настроение, в том числе высказанное в программе «Время». Недавно представитель президента объявляет, что 16 губернаторов должны сесть. Я не очень корректно цитирую, но суть приблизительно такова. Значит, вот они могут сесть или они не могут сесть? И кто, собственно, принимает решение? И в этом смысле Гусинский-то уже сидит. Да, это действительно так. Я действительно сожалею, что это происходит. Моя позиция очень простая. Для этого есть прокуратура, для этого есть следствие, для этого есть те органы, которые полномочены принимать подобное решение. На каком уровне, простите, президент не знал, премьер-министр не знал, да, я просто вспоминаю сегодняшние все комментарии. Вы можете сказать, вы были генпрокуратурой, на каком уровне это решение принимается? Ведь одно дело... Саша, давайте по-другому посмотрим на эту ситуацию. Мы удивляемся, что это не знал. Но когда главный редактор средств массовой информации говорит о том, что подождите, а как и так я могу влиять на действия журналиста, который работает у меня в издании, у него есть право высказывать мнение, у него есть право принимать решение, как он ту или другую ситуацию описывает, я ни в коем случае не могу ограничивать свободу. Так же и действия следователя. Я не защищаю прокуратуру и не хочу ни в коем случае за них отвечать за то, что произошло и мотивировать. Вы задали вопрос по поводу того, кто несет ответственность. Я говорю о том, что в законе очень четко прописаны функции всех субъектов следствия и их права. Если следователь счел возможным совершить вот такое вот действие и выписал ордер на арест, если он считает это обоснованным, если у него есть такое право, то я рад за него. Если нет, то я очень сильно побеспокоился бы на его месте за собственное положение. Потому что действительно за эту ситуацию придется отвечать. И действительно за этой ситуацией будут наблюдать миллионы людей. С точки зрения массовой информации, это вопрос государственной стабильности. Конечно, несомненно совершенно. И я действительно надеюсь, что следователь, который принимал эти решения, он осознавал эти вещи, что это не просто процессуальный момент, это действительно очень серьезный шаг, который будет демонстрировать обществу новые вещи, определенные вещи. Но я ни в коем случае не готов говорить о том, что кто-то имел право, кто-то нет. Есть суд, есть закон, который в том числе определяет права людей защищать свои собственные интересы. Тем более, что президент сегодня однозначно сказал, что по приезду в Москву он точно будет разбираться в этой ситуации и точно будет выслушивать доклад генерального прокурора. И я думаю, что такой несвоевременный подарок в этой поездке зарубежной абсолютно точно потребует от того же Устинова очень четко определить то, что произошло и мотивировать в том числе. Нужно понять какие-то веские причины. Я просто приведу одну цитату. Газета «Джеруссельмпост» многозначительно пишет. Арест Владимира Гусинского, президента российского еврейского конгресса, был произведен через пять часов после того, как главным раввином России был избран Берл Арзар. То есть уже люди даже... Конечно. Сегодня даже в эфире НТВ прозвучало, что, видимо, следующим директором Путин захочет назначить, директором НТВ, кстати, или медиамоста, Теда Тернера, поскольку с ним встречался, так сказать, и т.д. Абсолютно бредовые какие-то возникают сценарии. Власть просто молчит, поэтому и возникают такие сценарии. Владимир Владимирович четко, абсолютно имеет однозначную позицию. Без свободных средств массовой информации невозможно построение свободного общества. А другой позиции у нашего президента сегодня нет. Только свободное общество – это будущее России. Ну, по крайней мере, в этом плане вы нас успокоили. Спасибо большое, Михаил Юрьевич. Я думаю, что самое ценное, что мы сейчас имеем, некоторые ощущения стабильности в государстве. И именно это, мне кажется, нужно ценить. Если, как и в случае с Гусинским, происходит заявление о том, что 16 губернаторов могут сесть, то либо должны следовать какие-то из этого организационные выводы, либо, если они не следуют, должны быть приняты серьезные меры другого порядка, как и в случае с Гусинским. А общество вправе, в зависимости от того, какие меры принимает государство, делать определенные, тоже достаточно серьезные выводы здесь и сейчас. Телекомпания «Вид» по заказу ОРТ. «Вид» по заказу ОРТ.